Али Брихес Огромные мексиканские тотемы у Рокфеллер-центра В Нью-Йорке перед Хэллоуином Мексиканская неделя И раскрашенные скелеты оказались даже Городу к лицу Потомки ацтеков и майя верят, что в эти дни В родные дома возвращаются души умерших Им строят алтари И готовят угощения Это сахарные черепа Украшенные цветной глазурью Мексиканский день мертвых И англосаксонский день всех святых Традиции, конечно же, разные, но почему бы не отметить вместе? Это проект Нью-Йорк-Нью-Йорк Это Гринвич Виллич Эпицентр торжественных хэллоуин в Нью-Йорке Его уютные закоулки Не похожи на шахматную разметку остального Манхэттена Собственно говоря, здесь и зарождалась традиция Нью-Йоркская традиция отмечать хэллоуин парадом Это чувствуется даже без всяких украшений Улицы кривые и узкие Дома старые, кирпичные И в каждом втором по городским легендам живет привидение А вот в этом еще, предположительно, и русский олигарх Особняк по улице 12 Гей-стрит принадлежит Олегу Дерипаске Якобы, его здесь еще ни разу не видели Но так или иначе, на прошлой неделе сюда приезжали сотрудники ФБР Из дома вынесли несколько картонных коробок Но это уже другая интригующая история Местным этот дом известен совсем с другой стороны Говорят, что в последние сто лет здесь скрипят половицы То и дело падают какие-то предметы Или появляется тень мужчины в цилиндре и в плаще Для Нью-Йорка паранормальные явления – порядки вещей Об этом всем хорошо известно с момента выхода на экраны фильма «Охотники за привидениями» Ася Долина, сейчас все расскажет Некоторые сказки нравятся людям настолько сильно Что они готовы переслушивать их сотни раз подряд Вот так и с фильмом «Охотники за привидениями» Оригинал вышел аж в 84-м году Но продолжение снимали и в 86-м, и в 89-м, и в 90-м, и в 97-м, и в 2016-м И даже сейчас, в 2021-м, снова выходит сиквел А исполнитель главной роли Билл Мюррей в том самом легендарном старом фильме И 30 лет спустя шутит в духе профессора Питера Вэнкмана Вы же пока не видели никаких зомби на набережной Куазет Это вам так кажется? Похоже, «Охотники за привидениями» – культурный бренд, который не спешит на свалку воспоминаний А еще это один из лучших фильмов о чудаках города Нью-Йорка Норд-Мур-14 – это один из самых мистических нью-йоркских адресов И самая обыкновенная пожарная часть, которую любят и туристы, и местные Особенные дети Все потому, что именно здесь снимали одну из самых известных американских фантастических комедий И кажется, именно тут жил лизун Какой отвратительный изгусток! Я должен поймать его сам! Современные дети, выросшие с гаджетами в руках Над олиповатыми спецэффектами, разве что посмеются Но в середине 80-х это была бомба Монстры, чудики, бок-гозер, рюкзаки с протонными блоками и лазерные бластеры Бюджет в 30 миллионов долларов был колоссальным для 84-го Безбашенная фантазия авторов и визуальные эффекты потрясали воображение Но было в этой комедии еще нечто, делавшее ее особенной Это был нью-йоркский шарм Никто не смеет наступать на церковь в моем городе Увлечение паранормальными явлениями – это очень нью-йоркская история Мода на мистику пришла на восточное побережье США из викторианской Англии Расцвела в начале 20-го века, когда по Америке странствовал Гудини Масоны проводили тайные ритуалы, а в Нью-Йорке открывали салоны-медиумы В итоге мода на мистику стала частью городского фольклора и культуры Так мы получили пласты литературы, комиксов и кино, где Манхэттен предстает заколдованным местом А где-то в глубинах американского самосознания закрепилась идея, что именно в Нью-Йорке возможны чудеса Автор сценария Дэн Эйкроид, сыгравший доктора Стэнса, увлекался паранормальными явлениями всю жизнь С тех пор, как он ребенком наблюдал за работой дедушки-медиума Тот проводил дома спиритические сеансы и был членом таинственной коммуны медиумов В деревушке Лили Дэйл на севере штата Нью-Йорк Еще одна локация из фильма, которая очень нравится туристам Это знаменитый дом с привидениями по адресу 55 Централ Парк Уэст Это место даже в картах, так и называется Спук Хаус Обыкновенный жилой дом, на крыше которого есть маленькая круглая башенка Раз, два, три Охотники за привидениями – это еще и неповторимый юмор Тонкий, грустный и местами абсурдный Ни одна сцена в этом фильме не обошлась без импровизации Почти все реплики доктора Питера Вэнкмана, сыгранного Биллом Мюрреем, придуманы прямо на ходу Что это? Это знак бесконечность Невероятно, 10 из 10 Ты же не видишь, что там, да? Ты не обманываешь меня? Юмор охотников тоже был специфически нью-йоркским Писалась комедия под суперзвезд телешоу «Субботним вечером» в прямом эфире Джона Белуши и Эдди Мерфи Но Белуши внезапно умер, а Мерфи отказался работать без друга Главную роль в итоге получил не настолько известный в тот момент Билл Мюррей Ты вроде симпатичная Ты вроде тоже Шоу «Субботним вечером» в прямом эфире славилась скетчами, стендапами, пародиями и вообще и сегодня является кузницей американских комических талантов SNL – это часть нью-йоркской культуры Его артисты обычно живут неподалеку в городе Студия тут же в 15 минутах на метро от дома с привидениями Каждая программа начинается со слов в прямом эфире из Нью-Йорка Спасибо большое! Очень рад быть здесь сегодня! Это, кстати, уже 500-й эфир-шоу субботним вечером в прямом эфире! Ну и сами герои фильма – это тоже типичные нью-йоркские типажи Интеллектуалы и чудаки Безработные ученые Колумбийского университета Которые следуют привидений Взрослые, которые не находят своего места во взрослой жизни и убегают в мир чудес Где, как ни в Нью-Йорке, в городе свободы и молодости могла родиться такая история? Даже если полночь Хэллоуина вас ударит по голове топором или молотком Какая-то сумасшедшая идея устрашающего костюма Приходите сюда Это самая странная и самая страшная торговая точка в городе, по-моему Магазин Абракадабра Три этажа ужасов и перевоплощения Настоящий Хэллоуин-хаб в Нью-Йорке Который, кстати, работает не только в ночь на Хэллоуин, но и открыт весь год Посмотри, что на прилавке Вот только что выбросили части человеческого тела в ассортименте Сердце, пятки, голени, скальп Но мы все-таки пришли сюда не за этим Что значит для меня Хэллоуин? Это отличное время Я обожаю этот праздник Я люблю Хэллоуин Потому что хоть раз в году можно надеть все, что ты хочешь И не бояться осуждения Ну и вообще, это фан Я думаю, люди любят играть в страшилки Люди хотят почувствовать себя живыми Это очень странная вещь, такой парадокс Чувство страха заставляет ощутить жизнь в полной мере Мне кажется, Хэллоуин, он об этом Все любят пугаться, как бы понарошку Реальный страх – это полный отстой А понарошку можно Это же шутка, расслабон Отличный способ отключиться Всем просто хочется немного оттянуться Мы были так зажаты прошлым летом Было совсем не весело Но сейчас это просто необходимо Эй, спокойно! Это Алекс Он тут относительно новенький Переехал в Нью-Йорк из Детройта Как раз перед пандемией И устроился на работу своей мечты В магазин ужасов Мне тут очень нравится Мой отец был большим фанатом Хэллоуина Я вырос на этом празднике Мы всегда украшали дом И внутри, и снаружи Однажды отец построил мини-дом с привидениями Только для меня Так что оказаться в таком месте Это реально круто Нью-Йоркский Хэллоуин Совсем не такой, как в моем родном Детройте Вы тут, ребята, перекрываете улицы Я никогда не видел ничего подобного Ну да, люди устраивают вечеринки Ходят по домам, в костюмах Но в 8-9 вечера Все, всем спать Здесь люди гуляют до 2-3 часов ночи Улицы закрыты Все в костюмах, прогуливаются И танцуют на улицах Это же невероятно В магазине масок без масок нельзя Мы присмотрели самые актуальные в этом сезоне Из последнего хита Нетфликса Игра в кальмара Но оказывается, не мы одни такие У нас сотни разных масок из игры в кальмара А комбинезоны есть? Мы распродали все костюмы Не представляю, где сейчас их можно достать Мы уже проверили в нескольких местах Не получается заказать Я вижу там в глубине маски политиков А какие из них популярны сейчас? Если честно, я не помню, чтобы мы продали Хоть одного политика в этом году Зато в прошлом мы отлично заработали На этом чуваке Магазин Абракадабра Это еще по сути парк аттракционов Где можно щекотать себе нервы Фактически круглый год Есть в Нью-Йорке еще жуткие вещи Которые не связаны с осенним обострением Активности нечистой силы И омуты, в которых водятся, если не черти То останки затонувших кораблей Нина Вишнева отправилась к нью-йоркским Вратам Ада В проливу Хеллгейт Здесь нет манхэттенского опломба И бруклинской раскрепощенности На задворки Квинса посторонних и туристов Заносят нечасто Хотя район считается самым многонациональным в мегаполисе Здесь сплошные загадки Из множества загадочных нью-йоркских мест Это определенно самое блестящее Видели там внизу стеклышки? Они со времен сухого закона Когда разбивали бутылки виски И теперь весь пляж из стекла Раньше ступить было некуда Но теперь все это отшлифовано прибоем Я-то знаю Живу здесь с 1939 года Реймондо Доули 82 Он из местных Всю жизнь проработал на стройку Сейчас проматывает пенсию На новеньком Харли Дэвидсоне О, я забыл кое-что А то сразу остановят и влепят штраф 85 долларов А когда-то на пенсии 85 долларов Это существенно О своем районе Доули может говорить часами Дольше он рассуждает только про политику Но все равно не с таким пылом Как про этот узкий пролив Что отделяет Куинс от острова Гворц За буйный нрав пролив прозвали Вратами ада Также называют и сияющей красной краской Столетний мост Доули считает его чудом инженерной мысли И надеется, что адские ворота Простоят еще не одну сотню лет Во время Второй мировой войны Нацистские диверсанты высадились на Лонг-Айленде На побережье Нью-Йорка Их всех поймали потом 11 человек, кажется Так вот они собирались взорвать этот мост Голландские исследователи Британские военные Местные моряки Несколько столетий подряд Все по очереди натыкались здесь На коварные рифы Из Атлантики к Манхэттену Так было короче, но сложнее В водоворотах затонули десятки кораблей Более тысячи сидели на мели Операция по выравниванию дна пролива Растянулась почти на 100 лет Один из подводных взрывов Поднял вверх гейзера воды Почти на 78 метров И позднее был описан Как самый крупный запланированный взрыв До испытаний атомной бомбы Сейчас пролив Хеллгейт Только кажется притихшим Омуты по-прежнему смертельно опасны Спокойной вода бывает лишь 4 раза в сутки Хеллгейт в переводе на русский Врата ада На самом деле это искаженная голландская Хеллигад Что в свою очередь является искаженным Греческим Хеллиспонд Или Геллиспонд Море Геллы Так когда-то назывался пролив Дарданеллы Гела убегает злой мачехи Утонула в водовороте этого пролива И вот так вот от греков к голландцам От голландцев к нью-йоркцам Все намешано как на этом пляже Стеклышки цветные Которые мы соберем в банку Сверкающие капли Особенно заметные после отлива Отголоски не только сухого закона Но и тривиальной человеческой небрежности До середины 20 века Весь нью-йоркский мусор Просто выбрасывали в океан Это сейчас местные энтузиасты Поддерживают здесь чистоту Мы хотим воспитывать наших детей Так, чтобы они понимали Их вклад это то, что делает общество сильным Принять участие в жизни своего сообщества Это правильный поступок Надо делать что-то, потому что вы живете здесь И не ждите, пока это сделают другие Понимаете? Фотографов и художников Врата ада притягивают бесконечными Городскими легендами про привидения на мосту И убийственными видами На Манхэттен Наслаждаясь видом Я думал над тем, чтобы нарисовать на холсте картину Чтобы все это было красным Сейчас оно синее Но я могу изменить на красное Бутылочное стекло, отшлифованное незлопамятной водой Подводные течения до сих пор прибывают к берегу На стеклянный пляж Белые, зеленые, таракотовые, синие осколки Люди творческие превращают в произведения искусства Варить хочется прямо на месте Ведь идеи буквально валяются под ногами Можно бусы сделать, а можно темные очки Особая магия Нью-Йорка Волшебные места можно найти здесь везде, даже в метро Это же настоящая кроличья нора Нью-Йоркский сабвей, если не самый длинный, но точно самый большой по количеству станций Здесь 468 остановок Одно из них на пересечении 23-й улицы и Бродвее Стоит остановиться подольше и рассмотреть 120 летящих шляп Британский художник Кит Гадард решил сделать мозаики головных уборов звезд начала 20 века И здесь есть, например, Синяя Вуаль, Вирджинии Вульф и шляпка Асидоры Дункан А это пижонская Федора у Оскара Уайлда Не хватает только головного убора безумного шляпника Персонажа книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» Ольга Терекина нашла его в нескольких остановках отсюда В Нью-Йорке в одной из норме тауна происходит иммерсивное шоу Сумасшедшее чаепитие с шляпником, с сонной мышкой и мартовским зайцем Что там происходит, мы пойдем и проверим прямо сейчас Но вообще, что интересно, Нью-Йорк такой город Что бы ты сумасшедшего не выкидывал, что бы ты не делал странного Никто на тебя не обратит внимания Посмотрите, сколько людей, какая большая очередь Все хотят окунуться в сумасшествие Я не хочу идти к сумасшедшим, сказала Лиса Тут уж ничего не поделаешь, сказал кот Почему вы думаете, что я сумасшедшая? Потому что иначе ты не пришла бы сюда Приключения начинаются отсюда Здесь гости выбирают шляпу под свое настроение Как насчет вот этой? Моя самая любимая А я буду сегодня в яйцах Добро пожаловать А это секретная комната сумасшедшего шляпника А сюда приходит мышь с одним из посетителей И они тут бьют специальный напиток и играют в гольф А давай теперь шляпами меняться? Запросто Отлично выглядишь Будто в отпуск собралась Так вот вообще хорошо вовремя поменяться шапочкой Вот теперь я женщина с яйцами Оказывается, режиссера этого шоу зовут Андерсон Лофер Андерсон Как так получилось, что тебя назвали Андерсеном? Мама сказки любила Я Андерсон, потому что моя мама ждала девочки И у нее было подготовлено только женское имя А родился я Добро пожаловать в страну чудес Мои хорошие, а мы сегодня пьем? Абсолютно, да? А, да, конечно Немножко чая никому не повредит Бабушка! Бабушка? Я девушка, я не бабушка Ну как, вкусно? Да, очень Давайте еще Зайцы бегают по столу Пролезают, тут между чашек Сумасшествие какое-то Принесли карталетки Наконец-то мы В высшем обществе Секретное лекарство Сейчас что-то опять налевать О май гад, синий чай О, холодный Чистый джинс, Володя Володя На здоровье Обалдеть, чистый джинс Два часа дня О, да, 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 да Чистый джинс Чистый джинс Чистый джинс дали коробку волшебно я беру вот эту баночку с чем-то желтым наливаю вот сюда как сказано было решаю боже мой все розово нет сиро ну каша что вкусно хочу торжественно заявить что это очень интересное шоу наполненная шутками борьба лутками играми здорово отдыхаем здорово отдыхаем здорово окончаем здорово окончаем мальчик река битя да шоу и она не бабушка но не надо Чудеса, приговаривал Чеширский код, как его положено, случаются. Больше всего нью-йоркцы боялись, что знаменитый парад Хэллоуин в Гринвич Вилледж в этом году не состоится, так же, как и в прошлом. Тогда не было разрешения на массовые собрания, в этом году не хватило денег. Цена вопроса 120 тысяч долларов, но помог один из жителей близлежащих домов. Не дерипа, скажи. Некий банкир решил поддержать традицию, которой полвека. В общем, нью-йоркцы преодолели свой страх собираться вместе. Парад начнется через несколько часов и пройдет он под девизом All Together Now. Теперь все вместе. В прошлом году мы были на параде, было ужасно интересно, посмотрите. А мы увидимся через неделю, в тот же час, в том же городе, но на новом месте. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Нью-Йорк Продолжение следует...